Александр Сергеевич Пушкин. Дубровский. Том 1, глава 7. На другой день весть о пожаре разнеслась по всему околотку. Все толковали о нем с различными догадками и предположениями. Иные уверяли, что люди Дубровского, напившись пьяно на похоронах, зажгли дом из неосторожности. Другие обвиняли приказных, подгулявших на новоселье. Многие уверяли, что он сам сгорел с земским судом, а со всеми дворобами. Некоторые догадывались об истине и утверждали, что виновником всего ужасного бедствия был сам Дубровский, движимый злобой и отчаянием. Троекуров приезжал на другой же день на место пожара и сам производил следствие. Казалось, что исправник, заседатель земского суда, стряпчий, писарь, так же, как Владимир Дубровский, няня Егоровна, дворовый человек Григорий, кучер Антон и кузнец Архип пропали неизвестно куда. Все дворовые показали, что приказные сгорели в то время, как повалилась кровля, а в горелой кости их были отрыты. Бабы Василиса и Лукерия сказали, что Дубровского и Архипа Кузнеца видели они за несколько минут перед пожаром. Кузнец Архип по всеобщему показанию был жив и, вероятно, главный, если не единственный виновник пожара. На Дубровском лежали сильные подозрения. Кирилл Петрович послал губернатору подробное описание всему происшествию. И новое дело завязалось. Вскоре другие вести дали другую пищу любопытству и толка. Появились разбойники и распространили ужас по всем окрестностям. Меры, принятые против них, правительствам оказались недостаточными. Грабительство одно другого замечательнее. Следовали одно за другим. Не было безопасности ни по дорогам, ни по деревням. Несколько троек, наполненных разбойниками, разъезжали днем по всей губернии. Останавливали путешественников и почту. Приезжали в селы, грабили помещичьи дома и предавали их огню. Начальник шайки славил с умом, отважностью, каким-то великодушием. Рассказывали о нем чудеса. Имя Дубровского было у всех на устах. Все были уверены, что он, а никто другой. Предводительствовал отважными злодеями. Удивлялись одному, поместья Троекурова были пощажены. Разбойники не ограбили у него ни единого сарая. Не остановили ни одного воза. С обыкновенной своей надменностью Троекуров приписывал сие исключение страху, который умел он внушать всей губернии. Также отменно хорошей полиции и им заведенной в его деревнях. Сначала соседи смеялись между собой над высокомерием Троекуровой. Каждый день ожидали, чтобы названные гости посетили Покровской, где было им чем поживиться. Но, наконец, принуждены были с ним согласиться и сознаться. Что и разбойники оказывали ему непонятное уважение. Троекуров торжествовал, и при каждой вести о новом грабительстве Дубровского рассыпался в насмешках насчет губернаторов, исправников и ротных командиров, от коих Дубровский уходил всегда невредимо. Между тем, наступило 1 октября, день храмового праздника в селе Троекурово. Но прежде чем приступим к описанию всего торжества и дальнейших происшествий, мы должны познакомить читателя с лицами для него новыми, или о коих мы слегка только упомянули в начале нашей повести. Глава восьмая. Кирилл Петрович выписал из Москвы для своего маленького Саши-француза-учителя, который прибыл в Покровское во время происшествий. Нами теперь описываем их. Сей учитель понравился Кириллу Петровичу своей приятной наружностью и простым обращением. Он представил Кириллу Петровичу свои аттестаты, письмо от одного из родственников Троекурова, у которого 4 года жил он гувернером. Кирилл Петрович все это пересмотрел и был недоволен одной молодостью своего француза. Не потому, что полагал бы сей любезный недостаток несовместимым с терпением и опытностью столь нужным несчастным званием учителя. Но у него были свои сомнения, которые тотчас и решился ему объяснить. Для сего велел он позвать к себе Машу. Кирилл Петрович по-французски не говорил, и она служила ему переводчиком. «Подойди сюда, Маша, скажи ты этому Мусье, что, так и быть, принимаю его только с тем, чтобы он у меня за моими девушками не осмелился волочиться. Не то я его, собачьего сына. Переведи ему это, Маша». Маша покраснела, обратясь к учителю, сказала ему по-французски, что отец ее надеется на его скромность и порядочное поведение. Француз ей поклонился и отвечал, что он надеется заслужить уважение, даже если откажут ему в благосклонности. Маша слово в слово перевела его ответ. «Хорошо, хорошо», — сказал Кирилл Петрович, «не нужно для него ни благосклонности, ни уважения. Дело бы ходить за Сашей, учить грамматики в географии. Переведи ему это». Мария Кирилловна смягчила в своем переводе грубые выражения отца, и Кирилл Петрович отпустил своего француза во флигель, где назначена была ему комната. Маша не обратила никакого внимания на молодого француза, воспитанного в аристократических предрассудках. Учитель был в нее род слуги или мастерового, а слуга или мастеровой не казался ей мужчиной. Она не заметила впечатления, произведенного ею на Месседе Форжа. Ни его смущения, ни его трепета, ни изменившегося голоса. Несколько дней сряду, потом она встречала его довольно часто, не удостаивая больше внимательности. Неожиданным образом получила она о нем совершенно новое понятие. На дворе у Кирилла Петровича воспитывались обыкновенно несколько медвежат и составляли одну из главных забав Покровского помещика. В первой своей молодости медвежата приводимы были ежедневно в гостиную, где Кирилл Петрович по целым часам возился с ними, стравливая их с кошками и щенятами. Возмужав, они бывали посажены на цепь в ожидании настоящей травли. Изредка их выводили пред окна барского дома и подкатывали им порожнюю винную бочку, утыканную гвоздями. Медведь обнюхивал ее, потом тихонько до нее дотрагивался, колол себе лапы, осердясь, толкал ее сильнее и сильнее, становилась боль. Он входил в совершенное бешенство, с ревом бросался на бочку, пока мест не отымали у бедного зверя предмет от тщетной его ярости. Случалось, что в телегу впрягали пару медведей, волей и неволею сажали в нее гостей и пускали их скакать на волю Божью. Но лучшей шуткой почиталось у Кирилла Петровича следующее. Проголодавшегося медведя за пруд бывало в пустой комнате. Привязав его веревкой за кольцо, винченное в стену. Веревка была длинной почти во всю комнату, так что один только противоположный угол мог быть безопасным от нападения страшного зверя. Приводили обыкновенно новичка к дверям этой комнаты, нечаянно вталкивали его к медведю. Двери запирались и несчастную жертву оставляли наедине с косматым пустынником. Бедный гость с оборванной полой и до крови оцарапанной скоро отыскивал безопасный угол, но принужден был иногда целых три часа стоять, прижавшись к стене, и видеть, как разъяренный зверь в двух шагах от него ревел, прыгал, становился на дыбы, рвался, селился до него дотянуться. Таковы были благородные увеселения русского барина. Несколько дней спустя после приезда учителя Троекуров вспомнил о нем и вознамерился угостить его в медвежьей комнате. Для сего, призвав его однажды утром, повел он его с собой темными коридорами. Вдруг боковая дверь отворилась, двое слуг вталкивает в нее француза, запирает ее на ключ. Опомнившись, учитель увидел привязанного медведя, здесь зверь начал фыркать, издали обнюхивая своего гостя, и вдруг, поднявшись на задние лапы, пошел на него. Француз не смутился, не побежал и ждал нападения. Медведь приблизился, де Форш вынул из кармана маленький пистолет, вложил его в ухо голодному зверю и выстрелил. Медведь повалился. Все сбежалось, двери отворились. Кирилла Петровича вошел, изумленный Раздарской своей шутки. Кирилл Петрович хотел непременно объяснение всему делу. Кто предварил де Форша о шутке, для него предуготовленной, или зачем у него в кармане был заряженный пистолет? Он послал за Машей. Маша прибежала, перевела французу вопросы отца. Я не слыхивала о медведе, отвечал де Форш. Но я всегда ношу при себе пистолеты, потому что не намерен терпеть обиду, за которую, по моему узванию, не могу требовать удовлетворения. Маша смотрела на него с изумлением и перевела слова его Кирилле Петровичу. Кирилл Петрович ничего не отвечал, велел вытащить медведя и снять с него шкуру. Потом, обратясь к своим людям, сказал «Каков молодец! Не струсил я, и Богу, не струсил!» С той минуты он де Форша полюбил и не думал уж его пробовать. Но случай сей произвел еще больше впечатлений на Марию Кирилловну. Воображение ее было поражено. Она видела мертвого медведя и де Форша, спокойно стоящего над ним и спокойно с нею разговаривающего. Она увидела, что храбрость и гордое самолюбие не исключительно принадлежат одному сословию. И с тех пор стала оказывать молодому учителю уважение, которое час от часу становилось внимательнее.